Сценография, музыка, режиссерская работа и, конечно же, актерское мастерство – это основные параметры, на которые обращает внимание жюри театрального конкурса. В этом году в финал фестиваля детско-подростковых театров вышли семь коллективов. Оценить старание юных актеров и актрис приехали гости из Нефтекамска и Уфы. Для меня это праздник, фестиваль действительно праздник, праздник тем более детских коллективов, это двойнее праздник. Смотреть на детей на сцене – это для меня лучше не придумаешь радость, лучшего угощения для меня нет, кроме как дети на сцене. А то, что проводятся такие фестивали в наше нынешнее время, и это поддерживается как-то, кем-то поддерживается. Театры живут маленькие, они в деревнях, из деревень приезжали практически без материальной базы, без подготовки, без специального обучения. Девочки из школы деревни Бурнюш показали постановку о жизни таких же подростков, как и они сами. Школьницы обсуждают мальчиков, как сделать класс дружным и другие не менее важные вопросы. Действия на сцене переходят из классного кабинета в домашние стены. Переодеваться за короткое время кажется только одной из сложностей игры. Но за безмятежностью девочек скрывается не одна репетиция и тщательная наработка образов. Сегодня мы показали постановку по произведению Раисы Костина «Счастье в полете». Нам не было сложно. Мы эту постановку готовили месяц. Нас готовил учитель. Были на конкурсе постановки серьезнее. Комедию, которую можно увидеть в исполнении актеров театра Галиаскара Камала, представили ученики нового КНЛК. В нем говорится о зарождении татарского театра, воспитывающего любовь и уважение к старшим, честность, трудолюбие. Ребята с большим удовольствием и артистизмом исполняли свои роли. Мы ставили постановку под названием «Верничий театр». Выбирали всем коллективом. Уже третий год подряд выступаем. В первый год получили первое место, во второй – гран-при. И ездили в Уфу. Каждый раз у нас играют разные роли. Поэтому надо вникать и не теряться. Если он не стесняется зрителей, верит в себя, то можно сыграть любую роль. Главное, чтобы житься. Я представляю, что на сцене нет зрителей, как будто в вакууме. И слушаю только своего партнера, с которым мы участвуем. Мы театральная пресса от нашей студии, образцовая театральная студия «Глория». Мы здесь занимаемся. И мы решили сегодня задать вопросы, узнать больше о спектакле. То есть мы не видели всех этих постановок. И поэтому нам интересно как бы узнать. И многие спектакли тут не на русском языке. И чтобы как бы понять смысл. И как вообще себя дети чувствуют на сцене. Как они вообще понимают спектакли свои. То есть это и для нас опыт. То есть мы как сами театралы, мы как сами актеры. Это и нам интересно. И чтобы детей отвлечь пока жюри обсуждает их работу. То есть пробуем себя не только как театральная студия, и как журналисты. Развиваемся. Каждый персонаж должен показать свой характер. Дети, речь, дикция, это все надо же развивать. Чтобы они правильно говорили, правильно преподносили. Чтобы зритель поняла их. Как бы такие трудности. Но без трудностей не бывает, конечно. Это дает детям уверенность какую-то. Они себя увереннее чувствуют. Это в жизни им пригодится. Везде, мне кажется. Я думаю так. Они с удовольствием во всех мероприятиях принимают участие. И никогда не отказываются. Это им очень нравится. И как бы с удовольствием и танцуют, и поют. Во всех мероприятиях, вот как и мы проводим у себя в сельском поселении. Они очень с большим удовольствием принимают участие. Как бы это им нравится. Люди идут. Люди идут в театр. Люди хотят быть в театре. Вот это самое главное. Потому что у кого в душе искусство, в сердце, в умном искусстве, практически этот человек плохим быть не может. А нам сейчас очень нужно, очень много нужно людей хороших, с хорошим большим сердцем. Жюри оценило 7 лучших из 20 представленных на конкурсе спектаклей. После каждого выступления актерам и режиссерам постановок были даны рекомендации по улучшению мастерства юных театралов. Гран-при фестиваля получили ребята из деревни Бачкитау.